ну что вот мы с вами и встретились дорогие вы мои дамы и господа всех приветствую и на ютюбе и на дзене и вконтакте и в телеграме короче ребята зрители всем привет сегодня ко мне в руки попал планшет скажем так для жизни нормальный не супер мега защищенный вот и прям за комфортный это honor pad x9 это продолжение как бы линейк планшетов раньше как вы можете догадаться был x8 перед этим а теперь x9 чем они отличаются есть чем во первых размер потому что здесь сейчас 11 5 дюйма с одной стороны кто скажет большеват да вроде такой стандартный обычный размер ну то есть реально вот обычный размер комфортно положить пример там в сумку в рюкзак засунуть и не на этом клавиатуру сюда подцепить держать в руках потому что он не такой тяжелый он он довольно тоненький и что прикольно здесь цельный металлический корпус ну кроме как спереди понятно дело стекло но по внешке я вам скажу вот когда ты присматриваешься обычно мы как с вами привыкли то есть у нас окантовка типа металлическая сзади бывает там пластмасс какая-то нет здесь вот сзади металл и он цельный вот здесь вот и на бока заходит то есть здесь можно сказать просто у тебя металлический корпус куда вставили всю начинку и сверху надели экран вот и ощущается это реально круто почему я говорю комфортен для жизни завалился к примеру вечером на диванчик взял в руки руки не болят от него то есть вес самого планшет здесь до 500 грамм идет вот с учетом того что 11 5 дюймов вот предыдущая версия что я пропустил тему x8 она была на 10 и 1 и в x8 был процессор mediatek ничего плохого против этого не имею но если вот так вот их с вами конечно а здесь уже snapdragon вот 685 но правда по расширению памяти здесь придется немножко пострадать здесь 128 гигабайт встроенной памяти и карты памяти не вставляется раньше вот их 8 можно было выбрать на 32 64 128 плюс еще карточку память стоит здесь как бы все 128 и до свидания в принципе смотря для чего если ты суда куча будешь фильму загружайтесь там есть в путешествие кто наши в командировку в отпуск не знаю поехал комик в турцию загрузил сюда фильмов до приста на 128 гигов вообще за глаза хватит можно через usb 30 но здесь таксишка обычно сюда взять с собой не знаю на флешке на накопителях да хоть жесткий диск что поставить в принципе взять такой значит тайпси хаб поставил в тайпси хаб мышку клаватуры подцепил все у тебя конечно полноценный компьютер и портал сделать что хочешь вот уехал конить в отель на неделю что там интернет не пользовался еще на планшете и полностью отсюда фильма смотри круто фишка самого планшета в том что здесь у нас ребят 6 динамиков физически то есть реально 6 физических динамиков не знаю как конкретно там внутри планшета вот именно 6 ли их везде не стоят либо здесь стоит к примеру здесь динамика отсюда идет какое-то отсветление что он здесь звучит это я не берусь сказать но прикладываешь уху то есть у нас раз два три 4 5 6 и когда ты слушаешь каждый из них звучит уж каким образом они сделали не знаю если разница какая-то между когда у тебя 4 динамика то есть два здесь и два здесь кстати на некоторых планшетах если вы смотрите мои видео обзоры делают один как бы динамик здесь и здесь и нижняя часть они просто уже от этого динамика как бы выводит здесь физически вот так вот они звучат если какая-то масштабная разница между тем что у тебя когда 4 динамика и 6 еще два снизу я скажу что особо нету потому что вот когда-то в принципе сидишь лежишь и стоишь держишь планшет в руках у тебя звук объемный если было там примеру весьма эти два динамика уберем я бы разница часто не заметил а объемный звук все как надо игрушки фильмы за youtube чик и так далее все на ура 7250 миллиампер час здесь стоит аккумулятор внутри если вам это прям по техническим характеристикам нужно пожалуйста могу вам проще сделать вот пожалуйста все его технические характеристики можете здесь ознакомиться из минусов нету здесь быстрой зарядки но из плюсов ребята цена то есть планшет для своих наворотов для того что здесь есть как он выглядит вот основные характеристики пожалуйста стоит он довольно таки достойно ну и в комплекте мы есть получаем обычный наш кабель usb тайп си его обычная 2 амперная зарядка вот так что по зарядке здесь совершенно все не интересно но придется заряжать немножко подольше чем быстрой зарядки так с этим разобрались далее клавиши все управление находится с одной стороны если ты его держишь вот так вот всегда то сверху если ты привык держать вот так то сбоку здесь у нас стекло там у нас под ним айпи с экран 2к разрешением но 120 герц ребят то что 20 герц это круто для потребления контента это прям вообще зачет изначально стоит авто но можно вставить сразу высокую я рекомендую конечно авто потому что меньше будет зарядочку сажать аккумулятор сажать вот по камерам не конечно особо там что-то выдающийся и там и там 55 мегапикселей то есть фронталка и основная камера вот снимает в hd видео вот если тебя потребовалось такой бац там фоточку куда-нибудь отправить можно не думаю что прям на многие куда-то когда отправляются наш в путешествие да давай вот так вот назовем что будешь ходить и знаешь на планшет что-то фотографировать думаю что нет у тебя как бы есть на телефон и там камера по-любому уже будет получше чем в планшете но для вот своих задач что примерки это видеоконференции и так далее то есть фронтальная камера должна быть ну и основную вот 5 мегапикселей здесь тоже поставили чтобы ну если надо вот что-то прям вообще приспичит с планшета и qr-код просканировать пожалуйста она есть но еще и плюс видео можно снять обыграли и таким вот образом дайте протру потому что конечно же все лапается кроме кстати металлического корпуса здесь не так видны отпечатки это круто но про как бы стекло не говорю стандартная тема вот так обыграли камера здесь одна немножко прям совсем выпирает и написали что а и камера вот цвет модный выглядит реально круто закругленные вот эти вот края цельный металлический корпус кайф по использованию планшета безусловно он кайфовый потому что ну вот привет ребят сегодня мы приехали привет рюк очень довольно таки громкие это ужасно это ужасно если не видели влоги из сша волком на канал прямо на главной странице есть у меня целые три недели видосов как мы ездили в сша вот ничего себе надо же коллаборация была и это районский дроу я там что поняли экран кайфовый звук объемный если просто брать планшет как бы для даже прослушивание музыки ну то есть как музыкальный серстам пожалуйста поставил удовольствие получите а если ты конфермет смотришь вот с расстояния не особо там такой вытянутой руки вот по обычному вот так по поводу производительности но я не то чтобы прям всегда знаешь там детально чтобы там все цветовые охваты что там про забираться знаешь в каждом ядре но вот набирает гигбенч вот такое количество очков и скажу вам что конечно же в любую мобильную игру которая сейчас есть в play маркете и не только там поиграть можно без проблем также при помощи android 13 но и здесь еще есть фирменной фишки от самого она можно из этого сделать как бы полноценный компьютер то есть для работы для учеба также два там а то и три приложения одновременно пожалуйста открывай подключая сюда клавиатуру мышку накопитель и можно дисплей подключить подключая сюда дополнительно клавиатуру мышку накопитель и при себе любой usb аксессуар используя его в виде веб-камеры для своих трансляций в виде отсюда трансляции то есть возможности безгранична тоже проц офигенные ну вот памяти но вот два минус могу выделить значит памяти 128 версии побольше нету и нету быстрый заряд вот такой вот он она под x9 если есть что написать вам возможно вы уже такой купили то пожалуйста вот там вот в комментариях спускайте а с вами был илья до новых встреч пока ребят